всем привет вы на канале крипто комманс и сегодня поговорим конечно же про биткоин про то конечно же что будет с ценой биткоина в ближайшее время увидим ли мы коррекцию и только потом продолжение обычного рынка что сейчас является наиболее вероятным сценарием или увидим что-то другое ну смотрите локально что мы уже видим это то что есть некая просадка за 24 часа да то есть эфир вчера очень хорошо пошел переписывать all-time high на 1500 сходил ну и теперь мы видим что все отваливается вот эфир на 7 процентов биток на 4 дот на 6 процентов ну более менее все отваливается за редким исключением типа юни свапа ну в целом да почти все красное значит какая тут история может быть смотрите во первых вчера в телеге постил очень интересный фрактал который был замечен на цене биткоина в сравнении с тем что происходило в середине 2017 года собственно в самом разгаре бычьего рынка вот посмотрите у нас здесь нарисовалась некое подобие нисходящего треугольника который был пробит вниз и только после этого продолжился тузымун то есть сейчас если мы что-то подобное увидим нас может ждать дамп куда-нибудь в район 25 тысяч баксов что отлично будет вязаться с тем что как раз все здесь не верят все зашартят здесь продадут лонгистов смоет лишних которые сейчас по локальным хаям зашли и только потом мы полетим на луну это вполне себе логично и вот что это будет в макро перспективе посмотрите вот всех здесь умоет стопанет шартунов соберем и понеслась то есть некий такой медвежий медвежью ловушку некую такую мы сейчас можем здесь нарисовать на большем таймфрейме и также это отлично просто будет сходиться с тем что на дневке мы тогда потрогаем сотой мувинг где киты будут просто счастливы закупить себе еще в том числе майкл сейлор и прочие ребята так что смотрите достаточно интересный на самом деле расклад наиболее вероятность сейчас и самый прикол в том что сани дикри кто знает английский еще до сих пор не подписан на сани дикри обязательно подпишитесь это очень крутой чувак из швейцарии вот он сделал сегодня медвежье видео по биткоину несмотря на то что он тру ходлер и бык но решил нас предостеречь по возможной коррекции поэтому давайте его посмотрим я сделал перевод специально для вас цена биткоина все еще консолидируется в этом нисходящем треугольнике что если этот нисходящий треугольник пробьется вниз к вот этой вот точной цели в этом эпизоде мы поговорим про медвежий сценарий обычно я даю вам очень бычьи новости бычий сценарий бычьи аргументы но в этом эпизоде я хочу показать вам три огромных медвежьих аргумента почему цена биткоина может пойти вниз как минимум в краткосрочной перспективе это будет главная тема сегодняшнего эпизода и погнали сразу к делу как дела чуваки сани дикри здесь добро пожаловать на мой канал и несмотря на то что это видео посвящено медвежьему сценарию все равно поставьте ему лайк подпишитесь на канал сани дикри если вам нравится такой контент ссылку на его оригинальный канал оставлю в описании пора учить английский сегодня мы начнем с очень важной темы о которой я говорил уже много раз и это ситуация с usdt первый медвежий аргумент по поводу цены биткоина в данный момент и это достаточно сильный аргумент цена биткоина не идет больше вверх с тех пор как usdt перестали печатать и многие люди говорят что цена биткоина находится так высоко только потому что usdt печатали в неограниченных количествах и манипулировали им рынком и лично мое мнение что это неправда но то что мы видим сейчас на графиках от глаз ноут в принципе говорит о том же самом приблизительно две недели назад был дедлайн для айфинекс компания которая представляет тэдер и битфинекс чтобы предоставить все необходимые документы в суд и именно с тех пор мы видим что они особо больше не печатают новый тезер и из тех же самых пор цена биткоина не идет больше наверх вот эта розовая линия это предложение тезера на рынке и как видите она здесь уходит в боковик с 15 января как раз когда у нас появились первые звоночки на коррекцию и цена биткоина стагнирует сейчас хочу спросить вас если корреляция между ценой биткоина и печатанием тезера и реально ли есть такой момент или это просто инвесторы немножко переживают сейчас и не покупают тэдер но что мы видим сейчас это то что да если нет новых напечатанных тезеров то и цена биткоина не может идти наверх что вы думаете об этом напишите в комментариях окей вторая метрика абсолютно медвежья сейчас и тут даже не может быть сомнений это интерес к биткоину что мы с вами видели в тот момент когда цена биткоина поднималась до 42 тысяч долларов что люди снова начинали сходить с ума и новостные заголовки взрывались об этом люди снова спрашивали возможно вам даже звонили какие-то ваши старые друзья и спрашивали про биткоин но это снова сейчас не происходит почему потому что люди уже потеряли интерес когда цена биткойн идет вниз или даже в боковик какое-то время люди теряют интерес им становится скучно меньше активности в твиттере меньше активности в рэдите ну и меньше активности в принципе во всем крипто пространстве и даже вне крипто пространство то есть меньше новых людей начинает интересоваться и заходить на этот рынок и вот google показывает нам точно эту тему вот посмотрите поисковые запросы по слову bitcoin поднималась прямо до 69% в сравнении с пиком 2017. Но после этого, как цена пошла в коррекцию, поисковые запросы тоже упали до 42%. Конечно же, когда цена биткоина пойдет наверх снова, скорее всего, и эта метрика улетит наверх и перепишет предыдущий пик. Но то, что мы сейчас видим, это уменьшение интереса. Это тоже медвежий индикатор, как минимум в краткосрочной перспективе для цены биткоина. Но теперь давайте посмотрим на самую интересную штуку. И я думаю, ребята, вы обязательно зацените. Давайте посмотрим на некоторые ценовые цели, базируясь на техническом анализе. А также наши друзья с канала ProBlockchain запускают AirDropBot. Ссылочку вы найдете в описании видео либо в закрепленном комментарии. Нажимаете на нее, открываете бот в Телеграме, говорите ему старт и выполняете несколько несложных заданий, типа подписаться на канал и так далее. Дальше вы автоматически получаете их нативные токены BLOCK. Вы можете приглашать друзей по своей реферальной ссылке. И автоматически участвуете в розыгрыше крутых призов, который будет подведен после 28 февраля. Из главных призов это крипто-тачка, кастомовая тачка на тему крипты, также кошельки холодного хранения Ledger Nano S, Trezor, и также биткоин и эфириум, прямо в виде чеков в боте из серии «Кто первый прочитал, нажал того и деньги». Ссылка в описании. ProBlockchain AirDropBot. Окей, вот мы на графике биткоина на четырехчасовом таймфрейме. И что мы здесь видим? Это снова очередной медвежий аргумент, базируясь на техническом анализе. Не фундаментал, не новости, а только технический анализ. Смотрите, вот у нас тут есть нисходящий треугольник. И это, конечно, более важный паттерн в медвежьем рынке, и чуть менее важный, то есть можно пренебрегать, конечно, в бычьем рынке, а мы все еще в бычьем рынке, без сомнений. И уровень 30 тысяч долларов удержался отлично, как поддержка. Как вы видите вот здесь, несколько раз мы дотронулись до этого уровня и отскочили от него. Но причина, по которой мы сформировали здесь этот нисходящий треугольник, это то, что у нас здесь есть понижающиеся максимумы, которые и образовали этот треугольник. И я знаю, что эта линия не идеальна, сейчас нарисована, не дотрагиваются до этих уровней, но это не о точных точках контактирования цены наверху, а мы говорим о фигуре, которая может быть пробита вниз. Теперь, что если этот нисходящий треугольник пробьется вниз? И мы решим измерить цель по книжке теханализа. Все просто. Мы должны здесь измерить высоту этого треугольника и с точки пробоя поставить эту штуку вниз. И давайте предположим, что этот треугольник будет пробит вниз в ближайшие дни. Что это будет означать? Что цена биткоина может скорректироваться прямо вот до этого уровня, давайте скажем, в 16 или 17 тысяч долларов. Будете ли вы готовы к такому падению? Это звучит дико, но это может быть коррекция на 60%. Я не говорю сам, что это наиболее вероятный сценарий, я просто его рассматриваю. И хочу задать вам вопрос. Вы вообще думаете, что это возможно, что биткоин может скорректироваться на 60% в 40 тысяч долларов? Напишите в комментариях. И теперь я хочу, ребята, еще раз вам сказать и быть предельно открытым здесь. Лично я не продаю никакие биткоины из своей ходу позиции. Из-за этого я все еще аккумулирую. И я буду продолжать аккумулировать, если мы упадем ниже, до тех пор, пока мы не перепишем 50 тысяч долларов. Вот когда мы перепишем 50 тысяч долларов, я стану нейтральным игроком. А когда мы достигнем 100 тысяч долларов, я начну продавать часть своей позиции. Но пока я не продаю. Даже несмотря на то, что я вижу эти знаки. Технический анализ, который показывает нам, что возможно падение. Даже большое падение. Восьма большое падение. Но еще раз говорю, не факт, что это произойдет. Просто решил до вас донести, на всякий случай предостеречь вас. Так что еще раз, у нас есть технический анализ, у нас есть еще ситуация с Тейлором, который, в моем понимании, сейчас один из самых медвежьих аргументов. Ну и также третий аргумент, что люди теряют интерес. Прямо сейчас. Но я все еще верю в то, что этих аргументов не будет достаточно для того, чтобы задампить цену так низко. Мы все знаем это из 2017 года. В какой-то момент цена биткоина ведет себя скучно и уходит во флэт или даже падает. Но в конечном итоге мы все знаем, что она просто выстреливает в космос. И вы знаете почему. Потому что... Все очень просто. Потому что всегда так происходило. Всегда так происходило в истории биткоина. И почему вдруг мы должны остановиться сейчас? Думаете, уже пора? Я так не думаю. Ну вот. Такие вот пирожки от Саня Дикри. Есть, конечно, некоторый конфликт в том, что эфир только-только переписал all-time high. И вроде как, если по плану биткоина, то он должен сейчас безоткат налететь куда-то на 2800 или там на 2500 хотя бы. И это немножко не вяжется с тем сценарием, который мы сейчас с вами рассмотрели по биткоину. С этим пробитием треугольника вниз и к поддержке. Но ведь и эфир может не так прям как биткоин сходить, а вот так, например, если они закоррелируют. Ну и, правда, всякие альткоины, типа лайткоины, Даша там и прочих, мы их сейчас не будем сегодня смотреть. Мы их обязательно посмотрим в следующем выпуске и, скорее всего, в лайвстриме, который будет уже вот-вот. Все альткоины, о которых вы просили меня посмотреть, обязательно на них взглянем. Не переживайте. Но я хочу вам сказать, ребята, что даже на таком, в кавычках, медвежьем рынке, ну, точнее, на такой коррекции, когда все монеты красные, на бирже Femex находятся такие голубые фишки, а точнее зеленые фишки, как Uniswap, которые вот сейчас поднялись на 6% за сутки, как мы видим. И вы можете торговать на этой бирже Uniswap'ом в любую из сторон. Например, если вы считаете, что она сейчас сильно переоценена после этого пампа, вы можете взять по ней шорт, поставить стоп-лосс. Вот, допустим, если вы сейчас по рыночному ордеру захотите продать, там, не знаю, 500 контрактов в кросс-плече, вот он вам показывает, что цена ликвидации у вас будет здесь. Вы можете поставить стоп-лосс, 5%, тейк-профит, 50%. И соотношение риск-награда 1 к 10. Вот, потерять 15 долларов, но заработать 150 долларов. В общем, все, как на ваших любимых Binance'ах, и там BitMix'ах, Bybit'ах, и не знаю, где вы еще торгуете. Но Femix тоже отличная биржа для диверсификации вашего трейдинга. Поэтому ссылка на биржи в описании. Вот, такой вот сегодня коротенький выпуск. Как бы ничего не поменялось, ребята. Мы в бычьем рынке, нас ждут новые высоты, поэтому не забывайте отдаляться. Ну и, естественно, коррекции могут быть более жесткие, чем многие ждут. Ну и вообще, в принципе, хоть какие-то коррекции должны быть, потому что мы безоткатно выросли, ну просто как бы, ну пипец. Вот, последний серьезный откат у нас был на 9 тысяч долларов. То есть сейчас мы выросли уже в 4 раза, и... Ну хоть какая-то коррекция должна быть. Поэтому, ребятушки, нефинансовый совет-дисклеймер. Почаще отдаляйтесь. Смотрите в логарифме. Будьте готовы к серьезным просадкам. Если они будут, то докупайте. Там, где всем страшно, где все продают, покупайте. Там, где все жадничают и покупают, там продавайте. И будет вам профит. С вами был Фла-Ла-Ла, он же GreenyJoy. Это канал Crypto Commons. С вас подписки, лайки, стопы и тейки. Всем профита.